Я последние два дня пытаюсь вывести из стока кое-что, так что настроение на нуле, поэтому пробегусь максимально кратко. Начну с краеугольного камня вертолётной боли, с зениток. Делим их все на классы и таким образом получаем следующее. От пушечных можно откиснуть только по великому затупу, или если подлететь совсем близко, но там и танки, и БМП становятся опасны. От радиофугасов надо активно мансить, а лучше атаковать их за 4 плюс километра, где можно спокойно уклоняться от них. Стингеры и все подобные опасны только на малых дистанциях до 2,5 километров, редко дальше, так что просто не лезь к ним в ближний бой. А ещё стингеры почти бесполезны на очень малых дистанциях, но если ты лезешь на танковую карту ещё имея ПТУРы, то ты какой-то поехавший. ЗРК делятся на Роланды, Топовые, Панцирь и Штормер. Роланды можно отбивать своими ПТУРами, если ПТУРы твои летят прямой наводкой. Если нет, лови их в тот момент, когда они развернули жало на другой летак. С топовыми ЗРК спам работает плохо, они тоже могут спамить. Там разменяться в лоб ракетные могут себе позволить только К-50, Слэш-52 и МИ-28. Панцирь лучше просто не трогать. Если ты не два уникальных случая, я о них в конце расскажу. Я думаю, и так понятно, что стреляющий в противоположную сторону Панцирь это для тебя вкусная булочка. Штормер это страшный и ужасный убийца вертолётов, и если в Штормере не совсем идиот, то шансов против него почти нет. Хорошо, что на Штормере почти никто не играет. А ещё все не стингероподобные ракеты, ну то есть не ИК-наведение, не подрываются на высоте ниже 25 метров и требуют прямого попадания по вертолёту для сбития. Я, как представитель союза вертолётной солидарности, всячески осуждаю целенаправленную охоту вертолётов на вертолёты, но вот два лучших варианта. Вариант первый. Берём любой вертолёт с пулемётно-пушечным вооружением, неважно каким, ракетами воздух-воздух, если есть. Первым респом летим к вражеской вертолётной площадке, зависаем 200-300 метров позади неё и фармим всё, что спавнится. Только дай им взлететь, чтобы инвул пропал. Однозначно примитивный, требующий одну извилину и категорически унылый геймплей. Вариант второй для натуралов. Облетаем танковую карту по дуге, стремимся занять позицию между двумя вертолётными площадками. Тут уже нужны будут или птуры, или ракеты воздух-воздух, а лучше всё сразу. Так можно законтрить оба вертолётных респа и самолётный респ. С самолётами всё несколько сложнее. Это самолёты обычно тебя атакуют, а не ты их. Хотя пустить стингер по полупокеру на Су-25, который ни на что не обращает внимания, это, конечно, дело святое. А в контексте обороны. Использую ракеты воздух-воздух на средней дистанции. До пушечной перестрелки лучше не доводить, прятаться за рельефом или зданиями, как на морском терминале, на котором можно мудить самолёт почти бесконечно. Но если дошло до пушечного контакта, есть жва с половиной стула. Стул первый. Пропускать мимо себя, мансиа или оставаясь за укрытием и стрелять в догон. Стул второй. Встречать в лоб и молиться на РПУ. Стул жва с половиной. Пытаться птурить в лоб. В зависимости от интеллекта оппонента, а также от модели Птура, эта половинка стула варьируется от упоротой в случае Апача до основной, если говорить о вихрях. Я упоминал два уникальных случая, под конец расскажу и про них. Первый это немецкий Еврокоптер, он же Тыгр УХТ. Парсы, несмотря на свою капризную природу самоподрыва при виде малюсенького кустика, в 20 метрах от захваченного в цель танка шикарно сбивают вертолёты. Это один из лучших и один из самых стабильных охотников на вертушке. Опускать Парсы лучше с дистанции до 5 километров. Второй это британский Апач, а точнее ракеты Старстрик, которые ещё надо открыть. Какой-то поехавший назначил их противовоздушными ракетами, а потому их можно взять с собой первым респом, но не в этом суть. Имея конскую скорость полёта более чем в километр в секунду, их невозможно перехватить ракетой с радиоподрывом, и долетают до цели они значительно быстрее, чем многие ЗУРы и быстрее любых Птуров. А ещё есть солидное пробитие и подрыв после него, так что это страшная хрень против любых лёгких машин. Ну и любые летающие цели она сожрёт с радостью, главное чтобы они под 90 градусов по отношению к тебе не летели, а то ракета не довернёт. Только британский Апач может просто вылететь из-за горы, предварительно пустив свой Старстрик выше препятствия и инфернально гагача нассать на лицо любой зенитки. В конце, куда точно не добрались фанаты поздних, они же кашляли Хеллфайры, скажу, что да, они имеют инерциалку, и при отключении лазерной подсветки полетят в последнюю точку, куда этот самый лазер светил. Но тактика эта очень нестабильная, работает почти только против совсем глупых ЗРК. Ракеты иногда теряются, в общем, это жижа такая, что оно тебе вот совсем не надо. Но не подходит топовый Апач США для охоты на ЗРК, оставьте его в покое.